В этот же день в театральном дворике возле Кировского городского дворца культуры состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров финального этапа Кубка России по лыжным гонкам. На пьедестал почета поднимались спортсмены, показавшие лучшие результаты. Награды от компании ФосАгро и Федерации лыжных гонок России получили также сильнейшие юниоры. Кировск уже во второй раз принимает финал Кубка России по лыжным гонкам. В межсезонье в Хибинах при поддержке компании ФосАгро была проведена огромная работа. На стадионе Тирова специалисты установили новые вместительные трибуны. Здесь появился пресс-центр и парковка. Была закуплена современная техника для подготовки лыжни. Все это позволило провести старты на высоком уровне, отметила на церемонии награждения президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Я хочу, во-первых, поблагодарить компанию ФосАгро, председателя Оргкомитета ФосАгро-финала Кубка России и моего вице-президента Валерия Ивановича Федорова, потому что он у нас локомотив, который толкает, движет нас вперед. Хочу поблагодарить всех кировчан, всех жителей города Апатиты, потому что мы сегодня увидели огромное количество болельщиков. Спасибо вам огромное. Сегодня свершилась практически фантастическая гонка, которую мы только в прошлом году пожелали и сегодня провели. Конечно, для спортсменов это тяжелый, может быть, даже адский труд. Но нам всем очень понравилось, поэтому будем делать ее и в следующем году, и в последующих. Призовой фонд победителям и призерам, а также тренерам лучших спортсменов составил почти 9 миллионов рублей. Его обеспечила компания ФосАгро, официальный партнер сборной России по лыжным гонкам. Лучшие лыжники страны нам подарили замечательный праздник лыжного спорта. И мы еще раз убедились, что наша сборная одна из лучших в мире. Мы гордимся этими ребятами. Победители общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Александр Большунов и Вероника Степанова получили по 1 миллион рублей. Серебряные призеры Савелий Коростелев и Анастасия Кулешова по 700 тысяч. А обладатели бронзы Сергей Ардашев и Елизавета Пантрина по 500 тысяч рублей. Кроме лыжников, денежных наград удостойны также тренеры Егор Сорин и Юрий Бородавко. Дважды на сцену в этот день поднимались Вероника Степанова и Савелий Коростелев. Они как лучшие юниоры стали обладателями сертификатов на 500 тысяч рублей. В командном зачете Кубка России поздравление с первым местом принимала сборная Республики Татарстан. На втором месте Архангельская область, а на третьем Тюменская. В финале церемонии ее участники и все зрители исполнили гимн России.